Вот они заходят в школу, она не говорит по-испански, по-испански можете? Я знаю только одно слово, это как кипаса, это значит, что случилось? Кипаса, да? Окей. Я не понимаю. Девушка испаноязычная, она у нас уборкой занимается, значит, ее зарплата полностью идет из наших денег, потому что из-за того, что у нас тут много людей, значит, менеджмент заставил нас заплатить, чтобы они наняли сотрудницу, она за нами чистит, моет тут, и заодно уже весь билдинг тоже. Понятно. Пошли, тихонечко заходим. Так, держите дверку. Красота. Так, вот они зашли. Видите, она сейчас занимается уборкой. Да. Идут два класса. Вот этот Silver, вот он Silver, там идет продвинутый класс по автоматизации тестирования. А здесь вот Gold, и там идет, это большой класс, это большой, большущий класс. Вы, по идее, будете вот в этом Silver, Full Time класс, идет в небольшой. Помните, мы сейчас туда заглянем. Вот эта стенка, у которой мы тут иной раз делаем селфи. Да. Так, там дальше. Ну, пошли. Тут у нас кухонька. Хотите что-нибудь слопать? Если честно, да. А? Все, сейчас слопаем. Вот сидят студенты. Вы не боитесь на камеру? Мне не надо, пожалуйста. Нет, все, его не снимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Вот они тут сидят, занимаются. Видите, у нас тут все время занятия идут. Вот педагог, значит, сидит на уроке. Значит, тут у нас вот офисы справа и офисы слева. Это учительская. Тут у нас три педагога заседают. Бардак, в общем, там все такое. Угу. Это мой офис. Это стена с шапками. Нет, я про другую. Когда блогеры приходят, я им даю по шапке и мы все снимаемся. Прикольно. Каждому блогеру по шапке. Вот. Прикольно. Когда я похудел, я стал хуже выглядеть вот эти шапки в разлюбилых. Так. Это мой офис. Вот я про вот эту стену. Вот эту стену. Да, да, да. Тут у меня немножко... Она мне показалась синей. Она серенькая. Она серенькая. Вот. Это грин карты. Тут у нас знаменитая полочка. Вот это мой компьютер. Тут, пожалуйста, микрофон. Прикольно, да. Да. И вот эта коробка я и вытащил из багажника, чтобы было куда ваши вещи класть перед поездкой. Мы ее потом обратно оттащим. А, да. Окей, да. Вот, собственно, весь наш офис такой. Значит, давайте я вас чем-нибудь покормлю. Так, пошли. Значит, вот тут у нас сотрудники сидят. И у сотрудников там есть запасы. Вы что знаете? Ну, здравствуйте. Нет, нет. Это не их личные запасы. Это школьные запасы. А-а-а. Так. Тут что-то тепленькое. Видно, дует теплая какая-то штука. Значит так. Идите сюда. Залезайте вон в тот ящик. Вот ту дверку открываете. А потом еще скажешь, что я там. Да не, ну это же по команде. Так, ну давайте я заберу монитор. Вот. По команде. Значит, что у нас есть? У нас есть масса всяких батончиков. Вот смотри. Держите. Вот их там много разных. Вот эти очень хорошие. Рекомендую. Вот я вот вижу по картинке. Мне понравилось. Рекомендую. Вот эти батончики. Нет. А что же вы один только взяли? Я два взяла. Ну возьмите еще. На дорогу или там мало чего. Возьмите других каких-то для разнообразия. Давайте еще. Да. Вот, пожалуйста. Все. Хватит. У нас есть еще. У нас есть еще. А мы брали. Ничего страшного. У нас есть еще супчики. Хотите супчик. Такой из пакетика. Нет. Давайте лучше может чаю. Чаю. Пошли. Пошли. Значит. Чай у нас. Пожалуйста. У нас чай есть. Вот такой. Ахмат Ти. Нам не принципиально. Это черный чай. У нас есть. У нас есть очень много чая. Это кофе для нашей вот машины. Копейный. Вот она очень известная. У нас есть чай вот такой. Green Tea Tropical. Попробуйте. Ого. Да. У нас тут прямо разное. Сейчас. Ну этого. Раза. Рукой не открывается. Так. Давайте. И. Нет. Ну Никита. Сейчас секунду. А. Все. Понюхайте. Понюхайте. Вот. Тут как раз на меня осталось. Ну вот давайте. Давайте. Будете? Мы сейчас вот что сделаем. Мы сейчас возьмем эту штуку. Значит так. Никита. Двигайтесь на кухню. Вытряхните. Вытряхните оттуда все. И в урну. И помойте. Чтобы она чистенькая была. Мы сейчас все сделаем. Сейчас так на кухне. Да. Значит. Что у нас с водой. Сейчас воду поставим. У нас тут чайничек есть. Включаем чайник. Пусть он там закипает. Слушайте. Чего такого у нас тут в офисе нету? Да. Ой-ой-ой. Надо порядок навести. Может праздник был. Да не знаю. Откуда это все доберется. Вот. Они периодически здесь намусорят. И я так ругаюсь и говорю, что надо убирать. У нас есть вот такой чай нормальный. Вот такой. Который заваривается. У вас прям много чаев. У нас очень много чаев. У нас сотрудники все чаевничают. Что там? Тоже вкусные. Там внутри какие-то. Видите? Изумительно пахнет. Да. Это не родной чай. Вот у нас есть другой чай. О, Акбар. Акбар. Из Беларуси помню Акбар. Ну, из Беларуси у нас в основном селедка кто-то. Так. Вот у нас такой хороший такой Акбар. Вот. То есть у нас есть с чем заварить. Сейчас мы с вами увидим. А тут есть русские магазины? Ну, конечно, не Нью-Йорк. Не Нью-Йорк. Не Нью-Йорк? Нет. Но есть. Я хотел спросить, может есть где-то, где можно киевский торт купить? Конечно. В любом русском магазине, в холодильнике их продают мороженными. Наверное, как и в Нью-Йорке, да? Наверное. Значит, все. Нет. У нас были не мороженые. У нас были именно вот, знаете... Ну, как обычно. Ну, подождите, киевский торт где сделан по-вашему? В Украине. У нас прямо из Киева. Да. Ну, он же не может приехать такой. Он приезжает замороженный. Ну, может у вас его размораживают. У нас вы берете его прямо в холодильнике и размораживаете сами. Ну, у нас... Даже не знали. Просто открываешь коробку и можешь нарезать уже. Да. Да. Просто берешь, ну, с холодильника покупаешь. Знаете чего? Если у вас так... Там в Нью-Йорке очень большой, называется, фуд-трафик в русских магазинах. Да. Поэтому они могут разморозить, у них уйдет. А, да. Они продадут, они сотнями их продают. У нас такого нет даже близко, поэтому у нас народу мало. Потому что я своему рекрутеру пообещал, что привезу киевский торт. Чтобы он помер и никого больше не мог уже устроить. Да. Так, я понял. Смотрите, какая страшная вещь. А как мы его любили? Когда поезд из Киева приходил в Москву на Киевском вокзале, и вот из поезда шли люди и несли в руках. Это был самый лучший подарок, который можно было привезти в Москву. У меня бабушка украинка, и мы когда ездили по ее местам... У меня тоже. Оля, ты помнишь киевские торты в советское время? Да. Тебе из Киева привозили? Да. Поездом передавали. Поездом передавали. Вот, я же им рассказываю, они не верят. А из Минска молочные продукты. Что, поездом передавали? Такого я не слышал. Что ж в Москве молочных продуктов? Нет, из Минска просто лучше. Там качественно. Ну, я не знаю. Так, чтобы передавать с проводником. Да. Была такая манера с проводником. Подходили к проводнику, давали ему какую-то денежку. Ой, да. Я знаю. А потом звонили, люди подходили и... Там отделочную плитку. Да. Коля, у вас был какой-то нелегальный бизнес. Нет. У нас были хорошие друзья. Понимаю. Значит так, друзья. Значит, мы имеем этот самый кофейник. Ну, чайник, кофейник. Не важно там. Ну, чайник, конечно. Чайник. Это для чая. Мы заливаем. Ах, как пахнет. Ммм, как оно пахнет, как. Ах, как оно пахнет. Мы сейчас дадим ему пару минут завариться. Да. И употребим. А куда вот эту коробочку? Так. Так. Коробочку выкиньте. Все, ну, кончилось. Кончилось. Побрасываем. Значит, Никита, вы выполняете ответственную работу. Значит, берите чайник за ручку. Теперь, значит, по центру кружки. Поднимайте. И по центру кружки. Стой, 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 стой. По центру кружки. Нет. Сверху. Сверху, но по центру. Не сбоку, а именно по центру. Так. Вот так. Да. Поставьте. Ого. Да. Вот он льется, льется, льется. Соп. Ну, жене тоже оставить. Да. Давайте. Остальное супруге. Там уже ничего не перельется. Я могу считать, что супруге свое отдать. Ну, можем еще пойти налить кипяточку. Давайте я сейчас налью.